Произдерсан, дорогие зрители, с вами Роботлев, мы продолжаем проинтеракцию УЗ-2. В прошлое селе мы пришли в храм дракона и... Умерли тут. Вот от этого чувака. Я сейчас буду с ним драться. Очевидно. Вот. Что это было? В общем, я понятия не имею, как с ними драться. Потому что я всё забыл. Я знал, но я забыл. Блин. Иди выход. Вот выход. Но я всё ещё помню, что отойти и подлечиться это хорошая идея. В общем, о чём я говорил в прошлой серии, это то, что даже если эти чуваки блочат, то их можно очень хорошо домашнить свой щит. И тут дверь. Тут... Так, ну-ка, стоп. Да, посмотреть. И тут, да, вот такая вот фреска. Такая же есть в первой DLC. То есть это как-то указывает на какой-то там сюжет. И... Мне сюжет не очень нравится во второй части. По сравнению с первой. Окей. Третье кольцо дракона. И... Словно NPC фантом. Так, нет, это не то. Чуть не отправился к костру. Ну, NPC инвейдеры в оригинальной игре довольно-таки безобидные. Потому что можно просто сделать так. Нет? Нельзя? Ну, вот так вот можно сделать. Просто сделать вот так. В DLC же они просто лютые, очень страшные враги. Камневшее яйцо. Это квестовый предмет, который можно отнести этому чуваку и вступить в Каминан Драконов. Я не думаю, что я буду его относить. Я просто скажу, что это... Тот чувак, который сидит в начале Железной Цитадели и продает всякий шлак. Когда входите в Железную Цитадель и заворачиваете направо, он там сидит. И я тут еще кое-что пропустил. Когда был тут в прошлый раз. О, тут можно стрыгнуть вниз. Вау. Окей, я не знаю. Crystal Magic Weapon. Блин, ну они так хорошо стоят, я могу туда пройти. В общем, можно вот оттуда, где был маг, запрыгнуть вот... Там еще одна платформа есть, там есть сундук. И там лежит огромная какая-то дубина. Зеленая, которая была у таких же больших дядек из... Как называлась локация? Огненная башня Хейда. И там лежит еще что-то, вроде бы щит. А может быть там и не зеленая дубина. Там какая-то дубина и большой щит. В общем, я туда не хочу идти, потому что у меня тут такая... Такая крутая ситуация, то что можно пробежать. В общем, убивать этих двух парней одновременно, это полный геморрой. Я не знаю, что может быть хуже. Их можно расстрелять ядовитыми стрелами. Но это тоже довольно долго. Так что легче всего пробежать. И тут двое парней... А, нет, еще четвертый тип есть. Забыл, что есть такие чуваки с мечами. В общем, тактика против них. Сейчас. Отравить. Отравись. Отравись. Это как гальское имя. Отравись. Обеликс, астерикс, отравись. Тогда отравись. Чувак, иди сюда. Хотя ты там умрешит яда, так что... Иди сюда. Ты мне не нужен. Я могу уметь стрельнуть? Не вопрос. Да, вот. Игра говорит на вот печаль. Окей, у него непробиваемая башка. Это стандартно для Дарка. Это стандартно также для Скайрима. Окей, и он идет сюда. Но он уже отравлен. Не знаю, что ли. На последнем побиться с ним попробовать. Бум. Убейся. Спасибо. Дубина против них очень хорошо работает. Тут также двое вот таких вот чуваков. Они довольно страшные. Они умеют уворачиваться. И это плохо. Но от яда их это не особо спасает. В общем, когда вы перекатываетесь, у них очень медленные атаки, очень хороший трекинг. Или трекинг, не знаю. Короче, они самонаводятся, пока вы перекатываетесь, и бьют вас в самый конец вашего переката. Что очень расстрашает. Поэтому от них сложно уворачиваться, когда вы пробегаете тут. Окей, чувак, удачи. Зачем ты блокируешь? У тебя уже яд. Да, у одного тут два топора, у другого тут такая вот хреновина. С них это можно выбить. Так что, я думаю, с них можно выбить их щит. Броню нельзя, потому что она дается за вступление в ковенант драконов. Как не уступить, я рассказал в этой серии. В прошлой. Я записываю эту сразу после прошлой. Между ними прошло две минуты. Что я делал? Я случайно это нажал. Окей, тут опять чуваки с щитами. Ненавижу их. Но они тоже очень любят отравляться. Отравикс! Я так добьет или нет? Я даже не уверен. Я не знаю даже сколько яд сносит. Окей, ну мне кажется, их не добьет яд. Да, не добьет. До свидания. Ну и тот чувак ваншот. Блин. Как я в него попал? Нормально. Вот это был скоб, конечно. Оп, бум. И попал. Всегда бы так. И тут... Последний чувак. Там дальше... Очень... Плохая тварь. Которую... Я ненавижу. Все ее ненавидят, наверное. Я, наверное, возьму вот этот вот щит. Потому что он не стопроцентный. Позволю ему себя утарить немного. Окей, возможно, даже щит не понадобится. Окей, и еще раз. Давай еще чуть-чуть. Беря. Окей, хорошо. Я хочу активировать кольцо с красным камнем. Если я сейчас это зафейлю и умру... Что очень возможно, потому что я это ни разу не делал. Хотя... Че тут фейлить? Я просто могу... Просто могу убежать. Хе-хе-хе. До свидания. Его можно не убивать, а он дальше не идет. Окей, кольцо, кольцо, кольцо. Да. В общем, это гигантский, гигантский, гигантский дракон. Не знаю, как наш главный герой его понимает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Окей, больше он с нами говорить не будет. И это опциональный босс, которого я просто ненавижу. В общем, убивать его легче всего вот как-то так. Сейчас. Где эта фигня? Он очень... Ну не очень уязвим, но он уязвим к электричеству и к тьме. Вот к этой. Также советую вам взять себе порошок для починки. Потому что, когда я его убивал на своём втором прохождении, в первый раз я даже не знал, что это босс. Я просто получил вот эту вот хрень от него и пошёл искать для чего она нужна. Во второй раз, когда я его убивал, я сломал от него свою утюгатану. При том, что всё вот это вот я пробегал и ни разу никого не ударил. В общем, почему я разделся вообще? Потому что он ваншотит. Можно пережить его удар? Точнее, нет. Нужно объяснить, как он ваншотит. У него есть атака такая, при которой он взлетает в воздух и дышит огнём вниз. Радиус этой хреновины практически на всю арену. То есть, если вот считать, что, например, это центр, куда он дышит, то этот огонь дойдёт, ну, досюда примерно. И он в ваншоте. И если сразу, заранее не начать от него бежать в нужную сторону, то вы умрёте. Окей. Теперь. Где мы там кольцо? Я даже не знаю, как оно выглядит. Так, вот оно. Да, оно работает. Отлично. Итак. Итак. Какое оружие подойдёт лучше всего? Я думаю, меч. Потому что он режущий, потому что он быстрый. Дубина могла бы подойти лучше. Возможно, за R2 своего. Но я думаю, меч всё-таки будет получше. Ещё одна проблема в том, что если вы умрёте на нём, то вам бежать до него весь этот трэш. Окей. Так. Есть у меня ещё какие-нибудь бафы. У меня есть зелёный цветок. Который может помочь, в принципе. Давайте я съем его. Я не вижу смысла его отравлять. Ну, в общем, давайте. Он нагрится после пяти ударов, насколько мне известно. Четыре. И... Да. Кстати, забыл сказать. У него 3000 хп. То есть, нет. Не 3000, а 30 тысяч. В общем, тактика заключается в том, чтобы стоять вот тут, он будет топать. И когда он топает, вы переходите к другой ноге. И в теории, он никогда не взлетит. Но нужно стоять именно вплотную к ноге. Я сейчас ему наношу столько урона, потому что у меня красное кольцо, у меня бафы. И потому что у меня меч режущий. Против него, наверное, колечья. Роша будет лучше всего. Так, он может еще дышать от себя. Это довольно безопасно, нужно просто отойти. И я подожду другую атаку, я думаю. Да. В общем, лучше стоять прям вплотную к ноге, иначе он может взлететь. Так же, когда он топает, он ногу немного передвигает вперед. И он начинает дышать. Я использую это время, чтобы забафаться. Всегда, когда он делает какую-то долгую атаку, бафайтесь там. Не знаю, чините свое оружие. Так, он начинает взлетать. Бежать нужно к хвосту. И меня это не зацепило. Окей. Мой персонаж немного застрял, и я не смог ходить. Это могло меня убить легко. Но, слава богу, не убило. Ну, и я думаю, ему конец. В общем, один из худших боссов серии, он определенно не худший босс в игре, потому что есть еще хуже. Но он все равно очень унылый. Так, сейчас мне нужно все переэквипнуть. Где моя мейса? Вот она. Так. У меня даже лук не проапгрейджен. Ну, мне это, в принципе, и не надо особо. И это сменить на вот это. Ну, в принципе, все. Он нам дал хреновину. Хреновина это... Сердце пепельного тумана. Его нужно юзать на... Этих... Как они называются? На трупах гигантов в лесу пашек гигантов. Всего их три. В каждом из них можно получить душу гиганта. И сейчас у нас их две. Так, я варпнусь в Маджулу. Наверное, повыше уровень. У нас сейчас их две души гиганта. Одну мы получили вот за этого босса. Мы его души не получили, а получили души гиганта. Следовательно, это не очень настоящий дракон. И одну мы получили в черной расселине. Там были два гиганта, и за последнюю нам дали душу. Окей. Я все еще не знаю особо, чего вылапать, кроме стамины. Ну, что ли мне что-нибудь, кроме стамины? В этом вопрос. В принципе, я думаю, до 30... Но нет, до 31. Окей, пусть так будет. Эээ... Ни фига не прибавилось на самом деле. Я столько уровней в бухл. Окей. Время у нас еще есть немного. Так что пойдем... В гигантов. Я не думаю, что я буду в них все собирать. Один гигант был... Около пейта. Дай пройти. Вот здесь. Так, я за ним лут подобрал. Подобрал. И теперь мы можем... Войти ему прям в яйца. Окей, это... Вот это воспоминание. Тут есть вот этот чувак. Что мы делаем здесь? Ты не один из наших солдат. И я не беру вас за бурган. Кто-то, что ты будешь, это не в бою, чтобы вы вовремя себя в. Если вы выгодите с бурганом или брешностью, это не место для вас. Продолжение следует... 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 окей тут на мг плюс в этом ящике еще нечто окаменевшие тут стену сейчас сломает гигант если пробежать дальше по коридору там будет огненное семя но нам не нужно тут много лута есть это хреново на отравляет очевидно и тут настоящая война идет даже фп спросил 50 в общем лучше ни с кем не связываться тут много интересных вещей конечно есть но не это ли не собирать и тут огромный гигант ломай ломай все предмет до свидания уж гиганта и все окей время уши чуть-чуть кончается но я думаю еще одного гиганта сделаю сейчас пробегу так что я делаю пока они удачники если после того как победите следующего поста который сам будет воспринания гигантов вернуться к драманду то он даст вам свой шлем который является шлемом с это транклейка который довольно прикольный если вы хотите сделать и персонаж для пвп или там для нг плюс то я думаю стоит получить этот шлем 2 гигант находится с преследователем у многих людей тут возникают проблемы с тем чтобы пробежать но никогда них не было возможно на первом прохождении о кстати бенхард я ведь выполнил твой квест 2 гигант 2 гигант 2 гигант и 1 гигант Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я ее это сделал Кто-то умер Окей Только что он говорил, что никому никогда не отдаст свой меч, как его дал Меч Синей Луны Он имеет физический урон, значит он неправильный Подделка И его броня Я даже не помню, насколько хорошо или плохо его броня выглядит Ну Я слишком худой, чтобы носить эту броню Да, толстяк? Ну хотя у него плащ прикольный Аээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а вот он ну да понятно все понятно с этим счетом и мы опять много времени потратили на разговоры так что сейчас путем все быстро быстро пробегать принципе я так планировал а нет еще разговоры какого-то фигу делает тут если ману амалу из рейдил окей я понятия не имею что он тут делают и как он вообще сюда попал что вроде бы на ваша великого героя и тут лучше всего пробежать чтобы у вас эти баллисты не убили и тут душа гиганты есть еще тут как называется great lines короче офигенное оружие на его довольно сложно достать и я не показал как это сделать но он мне не нужен особо я бы хотел его использовать но сейчас я телепортнулся обратно в маджулу и закончу эту серию следующая серия нет следующая серия не быть короткой следующей серии я пойду убивать дырк люка скорее всего но не финального босса там че вентрика осталось убить но это все будет в следующий раз а пока что всем спасибо за просмотр и всем пока